Что-то она трясется всякую, будто из-за нитки кто-то дергает и выходит. А нитки видны? Подсвечиваются? Все невидимые становятся видимыми? Да, видны. И руки подняты мне по сторонам как будто ее видят кто-то. Хорошо. На марионетку похоже, да? Понятно. Защищаемый физический биоробот с защитным потоком и чистой энергии Абсолюта. Берем Юлию в защитный скафандр на время работы с тонкими телами. Вместе с ее тонкой копией поднимайся в комнату диагностики. Пошел подъем. Мы на месте. Мы приветствуем Юлию. Интересуемся, готова ли она к диагностике и чистке. Доверит ли она нам свое биополе на период сеанса? Она полностью голограммой закрыта. Голограмма улыбается. Скэнер. Просканируй сейчас Юлию. Отключи эту голограмму полностью. Подсвечивай, активируй все сопутствующие чипы, датчики. Импланты связаны с этой голограммой. Они пульсируют. Скэнер их видит, выключает, выводит полностью. Все эти нити выводятся. Все формируется в шар. Скэнер это выводит. И я отправляю в клетку тюрьму, как все выйдет. Пошел процесс. Голограмма вышла. Она в клетке. Юля кашляет. Она как отравленная. Включаю внутренний белосвет Юлию. Этим светом она выдалит из себя весь этот яд. Все чужеродное, негативное, патогенное, низкоаббрационное. Выходит из нее и формируется в шар перед ней. Пошел процесс. Шар есть. Отправляю в клетку тюрьму. Юля, вы меня слышите? Зачем в клетку? Его сбросить надо. Хорошо. Открываю под ним воронку в галактическое ядро. Яд уходит на переработку. Закрываю, опечатаю, растворяю. Юля, вы меня слышите? Вы даете нам свое согласие на работу, на диагностику и чистку? Дает. Даю команду. На счет 3 скэнер сканирует пространство над головой Юлии. Под ногами 360 градусов вокруг нее. Скэнер сканирует все 7 тонких тел Юлии. Находит все. У нее ящер. Ящер, конечно. Дальше. Джин и бес. Какой бес? 9. Какой джин? 23.78. Какой у нас ящер? Снимается маски и голограммы. Ящер предстоит согласно своему эфирному коду ДНК. 603. О, хорошо. Хороший улов. Итак, первый вопрос к ящеру. Что ты здесь устроил в этом биополе? У тебя есть контракт на пребывание в этом биополе? Он показывает, что он полностью ее выкупил. У кого? Выстраивает ящера канал к тому, кто продавец. Продавец. Один, два, три. Притягивает его гуманоида в клетку тюрьмы. Стоит в клетке тюрьмы. Она не знает, если идет информация, что у них закончен контракт. И он не присутствует больше там. Он полностью передал все энергии. Хорошо. Ящер. Понятно. Ну, хорошо. Значит, да. Сколько лет ты присуствуешь с этим всем биополе? Кто устанавливал голограмму? И что значит, она принадлежит мне и выкупил? Гуманоида. Голограмма сперва была тонкая, потом наращивалась и становилась шире. Гуманоид это делал по своей инициативе или это был заказ твой? Мой заказ не был. Гуманоид это делал, потом он выкупил у него и наращивал дальше. Сколько лет это продолжалось? Девять. Девять лет. Джин, сколько ты присуствуешь в этом биополе? Год и два месяца. Бес. Сколько ты присуствуешь в биополе? Бес. Бес. Три года еще не присутствую. Скоро будет. Давай делать так. Ты будешь отвечать мне кратко на мои вопросы, которые я тебе задаю. Меня это начинает нервировать, если я начинаю нервничать, у тебя начнет что-то болеть. Тебе это понятно, Бес? Если ты начинаешь нервничать, ты начинаешь притягивать таких, как я. Конечно. Она мне понятна. Уже притянул, уже стоишь в клетке. Я образно тебе говорю. Итак, идем дальше. Начинаем с реверса энергии в процессе работы. Я буду задавать вопросы, будьте на них отвечать. Даю команду тонкой копии Юлии, спроекцировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродную негативную патогенную низкоабрационную энергию в ее биополе. Каналы выстраиваются также ко всем артефактам, к голограмме и этим нитям. Даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной патогены, низкоабрационной энергии, откат всех негативных программ, негативных мыслей форм. Пошла энергия по каналам чужеродная по отношению к Юлии. Усилию потоки в сто раз. Скеннер, дай мне полноту души Юлии на настоящий момент. 95. 95. Я очень надеюсь для ящера, что эти 5% находятся в голограмме. Кто из вас присутствует в доме, где живет Юлия? Демон присутствует. Мы его сегодня чистим. Это не демон, это бес. Еще кто-нибудь присутствует? Джин. Немножко присутствует. Хорошо, Джин. Я тогда немножко с тебя сейчас сниму твою челму, вытащу немножко твой сосуд с золотыми монетами и все твои магические артефакты. Немножко. Как там можно не присутствовать? Вот я тебя и спрашиваю. Каждой комнате свой уголок. Хорошо. Как будто во времени перемещаешься и пространство. Это тебе первое и последнее предупреждение было. Еще раз не ответишь на мой вопрос или ответишь неправильно, я тебя накажу. Реверс закончился. Устанавливали фильтры с золотой сеточкой на все каналы в порядке реверса. Юлия забирает всю чистую и светлую божественную энергию. Обратно пошла энергия божественная и чистая. 1, 2, 3. Забираем из этой голограммы все родные энергии. Все, что на чистоте Юлии находится мощным потоком, пошло назад. И усилили потоки в 50 раз. Итак, контракта ни у кого нет на пребывание в этом биополе. Нет. Хорошо. Ей частицы души возвращаются до голограммы. Вот. Готово. Начинаем с вытаскивания того, что осталось. Начинаем с беса. Бес, выходи, вытаскивай все, что ты оставил на своей чистоте. Как снимешь, возвращайся назад. Готово. Выходит Джину, выходить не надо. Собирая в тяге всю свою пыль, все свои подключки, все, что у тебя осталось на твоей чистоте. Приступай. У него, почитаю, в ногах пыль синий собирает, а у беса, наоборот, на руках какие-то веревки были. Поделили между собой. Готово. Так, ящер, на твоей чистоте что-то осталось, что я еще не вытащил? Плата есть. Плата подсвечивается. Скэнер. Отключай ее полностью. Выводи. Это область позвоночника, ниже шеи. Там было. Хорошо. Вытаскивай ее. Отключай полностью. Выводи со всеми сопутствующими чипами, датчиками, имплантами. И как она выходит, отправляй в клетку тюрьму. Готово. Выстраивай прямой канал от Юлии к этой плате. И она реверсом отдает все негативные патогены низкой аббрационной, что она получила от нее. Пошел процесс. Программу получила. Вот программа. Запрограммировала. Выходит это все? Да. Готово. Устанали фильтр золотой сеточки на этот канал в порядке реверса. Юлия забирает все чистое и светлое, находясь на ее чистоте. Один, два, три. Пошел процесс. Ей возвращается чувство, радость, смех. Это все было у нее. Удовольствие. Изъято. Да. Готово. Идем дальше. Все все убрали. Даю команду на рассинхронизацию. Юлии с ящером, всеми его артефактами, джином и бесом. Пошла рассинхронизация. До 100% заканчивается автоматически. Этот ящер, он как-то себя ведет. Он дышать начинает. Такие звуки какие-то делает. Как будто он энергии теряет. Себя подпитывал. Ну что ж. Медаль имеет две стороны, ящер. Как и все остальное. Готово. Включая внутренний белый свет Юлии. Этим светом она выдавливает из себя все негативные патогены, низкоабрационные, чужеродные, остаточные энергии на частоте интерферентов и их подключик. Свет пошел. Энергия выходит, формируется перед ней в шар. До 100% все чужеродное выходит. Да, есть шар. Открывая под ним воронку в галактическое ядро, шар уходит на переработку. Закрывая, печатая, растворяю. Даю команду скэнеру на контрольную проверку. Пошла проверка. Чисто. Помогаемая энергия Юлия. Отстегнуть все каналы на счет три к интерферентам и их подключикам. Один, два, три. Удар. Отлетает канал. Открывая воронку в галактическое ядро, канал выходит на переработку. Закрывая, печатая, растворяю. Проверку мы закончили. В том Юлии вы пойдете, соберете все, что вы оставили. В этом доме и на земельном участке, если есть, я приду проверю и первый раз отправлю вас на вашу чистоту. Все понятно? Понятно. Открывается портал в том Юлии. Джин и Бес уходят в этот портал. Закрываю, печатаю, растворяю. Есть. Я прошу Ли выйти со мной на связь. Ли на связи. Приветствуйте, Али. У меня здесь ящер 603. 9 лет сидел. Стояла голограмма. Мы увидели нитки, как марионетка, как будто ей управляли. Подключку сделал гуманоид, которого я не смог притянуть, потому что какой-то контракт с ящером у них закончился. Но он был первым, и ящер выкупил у него, так сказать, эту конструкцию и сам наращивал ее. Были еще платы с программой у нее на шее. Мы это тоже вытащили. Все находится. Вернули 5% души. Сканер, дай мне полноту души. Сто процентов. Отлично. Забираем ящера. Благодарю тебя. Со стороны уничтожда. А ты сможешь притянуть этого гуманоида, или он так и будет дальше летать? Если он еще не притянут, мы его найдем. Мы не смогли его притянуть, потому что контракт между ним и ящер. Я имею в виду, если он еще не у нас. Отлично. Хорошо. Благодарю тебя, Али. Вера, клетка, что у нас осталось там в клетке? Голограмма осталась. Все это убираем, да? Да, это сбросить нужно. Открывая воронку в галактическое ядро, все это уходит на переработку. Закрывая, печатая, растворяя. Голограммы. От нее эти нитки идут. И чип, плата. Все ушло. Поехали дальше. Выходит эмоциональный фантом Юлии, проецирует все негативные программы, негативные мысли формы, а также всю низкоабрационную эмоциональную энергию и агрессию. Все это низкоабрационное ересь, генерированное, проецируется на ее эмоциональном фантоме. У меня вышел фантом, там коричневая энергия этого. Ящера. Да. Сворачиваете энергию в шар, открывая воронку в галактическое ядро, шар уходит на переработку. Закрывая, печатая, растворяя. Поехали по частотам. Лучшим образом. Один, два, три. Хорошо, Юлия, мы закончили вашу чистку. Как вы себя чувствуете сейчас без всех этих сущностей? Я просто в шоке, как я извинилась. Эти энергии, они внутри и снаружи меня. Я вижу свой стержень. Он спиральный. Отлично. И он дает большую силу и уверенность. Мое намерение крепко. Если захотите больше о себе узнать, можете заказать встречу с куратором и задать ему 10 своих вопросов. Он ответит на ваши вопросы по развитию души. Хорошо, сейчас мы будем поднимать по очереди ваших детей. Мы на месте. Мы приветствуем Дарью. Она идет к маме. Мы спрашиваем мамы разрешение на диагностику и чистку. Дарья. Мама дает разрешение. Хорошо, посмотри визуально, что-нибудь мешает. У меня ощущение, что она только проснулась в каком-то полудрёме. В руках у нее она тащит что-то за собой. Хорошо, то, что она тащит в руках, силу моего намерения, отправляю в клетку тюрьму. Игрушка или тряпка, что-то длинное. Она в клетке? Да. Даю команду на счет риска. Она расканирует пространство над головой Дарьи под ногами. 360 градусов вокруг нее. Один, два, три. Скэнер сканирует все семь тонких тел Дарьи. Находит все. Дарья плачет, она хочет назад эту тряпку. От игрушки выстраивается канал к ответственным. Один, два, три. Притягивает ответственные в клетку тюрьму. Стоят в клетке тюрьмы. Черт. Хорошо, Дарья. Ты хотела его назад? Накивает. Ты видишь черта рядом с тряпкой? Хочет тряпку, не черта. Эту тряпку тебе дал черт. Черт, зачем ты ей дал эту игрушку, эту тряпку? Что это такое? Эта игрушка, она как такая... То есть тряпка, она как вытянутая игрушка. Голова, руки, ноги. Понятно. Что-то типа зайца. И что ты, зачем ты ей дал ее? Да я с ней играю. Какой у нас черт, Вера? Пять. Пять. Хорошо. Кто-нибудь еще есть, кроме чего? У меня больше нет никого. На этом игры закончили. Сегодня мы чистим и дом. Соответственно, тебе придется все это собирать. Сколько ты находился с этой игрушкой в ее биополе? Пять месяц. Хорошо, выстраиваются прямые каналы от Дарьи к этой игрушке и черту. И насчет три. Дарья отдает все негативное и патогенное, что она получила от этой игрушки и от черта назад. Один, два, три. Пошел процесс. Что идет? Ну вот сон какой-то идет. Она как в дреме. В дреме. А что это за сон такой? Дрема. Что это такое? Черт. Это твоя работа? Он говорит или нет? Нет, он не говорит. Он показывает какую-то как пыль, не пыль. И она притупляет ее. Это твоя пыль? Это его пыль. И притупляет она именно счастливые эмоции, улыбки, радость. Хорошо. Мне нравятся им эти эмоции, они выше его герц. Понятно. И выше его вибрации. Поэтому он вот этой пылью их притуплял. Хорошо. И вся пыль назад идет. Готово. Устанавливали фильтры с золотой сеточкой на все каналы. В порядке реверса Дарья забирает все чистые, светлые, божественные энергии. Обратно пошла энергия божественная, чистая. Один, два, три. Все, что ее похитили, все, что они изъяли до последней капли, возвращает Дарья себе обратно. Она хозяйка своих энергий. Возвращает все свое себе обратно. Усилие потоки. Пятьдесят раз. Идут энергии яркие, которые притуплялись этой пылью, или как крошка она выглядит, эта пыль. Это как фильтр он поставил для себя, чтобы он мог с этими энергией жить. Потому что она сильнее его, и чем она больше растет, тем у нее больше энергии и вибраций. И это он ее как присыпал этой крошкой. Хорошо, у него был шанс, он его использовал. Теперь этот шанс закончился. Готово. Что-нибудь еще оставил в биополе, Дарья? Есть твои веревки или что-нибудь? Черт. Нет. Ничего нет. Даю команду на рассинхронизацию. Дарья с чертом и его игрушкой. Пошла рассинхронизация, заканчивается автоматически. О, не, оно запястье какое-то, кольцо. Это кольцо выходит, отправляется в клетку-тюрьму. Готово. От кольца выстраивай канал, к ответственной притягивай в клетку-тюрьму. Черт. Ты посмотри, да что ты сегодня такой активный, черт. Что это за кольцо? Удерживает оно я так. Подожди, я тебя спрашивал, оставил ли ты что-то в биополе еще на своей чистоте или нет. Что ты мне ответил? Забыл про кольцо. Я тебе напомню, удар 50 тысяч герц. Удар. Ну, подбросила немножко. Это немножко, черт. Это для того, чтобы ты понимал, что следующий удар, ты перестанешь существовать. Если ты еще раз будешь такие игры делать, ты пожалеешь. Все понятно? Понятно. Так, кольцо у нас вышло. Поехали дальше. Где мы были? Это была рассинхронизация. Включай внутренний белосет. Дарья этим светом она выдавливает из себя все негативное патогенное, низкоабрационное, чужеродное. Остаточная энергия на чистоте интерферента в его подключке. Свет пошел, энергия выходит, формируется в шар. Вышел в шар. Открывая под ним воронку в галактическое ядро, шар уходит на переработку. Закрывая, печатаю, растворяю. И даю команду скэннеру на контрольную проверку. Пошла проверка. Чисто. Помогаемой энергии Дарья отсигнуть каналы. Один, два, три. Удар. Отлетает каналы. Открывая воронку в галактическое ядро, каналы уходят на переработку. В это же галактическое ядро сбрасываю эту игрушку, и это кольцо уходит на переработку. Закрывая, печатаю, растворяю. Готово. Сейчас я открою портал в дом. Черт, ты пойдешь, соберешь все, что ты там оставил. Я приду, проверю. Если я что-то найду, ты уже никуда не уйдешь. Все понятно? Понятно. Открывается канал в дом, где живет Дарья. Черт идет в этот портал. Закрывая, печатая, растворяя. Готово. Выходит эмоциональный фантом Дарьи. Проецирует все негативные программы, негативные мысли, формы, а также все низкие аббрационные эмоциональные энергии. Она проецируется на ее эмоциональном фантоме. Фантом выходит. У меня вышел фантом, и он бледно-серый, немножко темнее серость. И там есть коричневая энергия от мамы, видимо. От ящера. Понятно. Сворачивая эти энергии в шар, открывая воронку в галактическое ядро и сбрасывая его на переработку. Закрывая, печатывая, растворяя. Поехали по частотам. Распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. Один, два, три. Хорошо, Дарья. Как ты себя чувствуешь сейчас без этой игрушки? Проснулась? Показывает, что она яркая, как мама. Ну, конечно. Вот это большая разница. Будем тебя возвращать назад. Мы на месте. Мы приветствуем Матвея. Он идет к маме. Мы спрашиваем мамы разрешение на диагностику и чистку Матвея. Мама дает разрешение. Посмотри визуально, что-нибудь мешает сканированию. Я вижу интерферентов под ключки. Не видно. И он их показывает. Они ему мешают. Сейчас уберем все. Даю команду. На счет три сканер сканирует пространство над головой Матвея. Под ногами 360 градусов вокруг него. Сканер сканирует систем тонких тел Матвея. Находит все. У него два интерферента. Это небольшой арахноид и красный дракон. Но красный дракон, как таковой, не в нем. В нем есть энергии и платы есть в доме, которые на эти энергии реагируют. Ну хорошо, мы тогда дракон освоим в этом. Если его здесь... Он здесь. А, он здесь тоже присутствует? Да, он здесь и арахноид. Какой красный дракон? 17.35. А что ты делаешь в таком маленьком, маленькой душе? Красный дракон 17.35. Он его пометил. И что это мне? Он находится в доме. В одном из членов семьи. В доме находятся платы. Ребенка он пометил. Это член семьи мужчина? Да. Понятно, хорошо. У нас нет заказа на его чистку. Но с первым представителем того, кто в нем живет, мы уже увидели. Начинаем тогда с реверса энергии. Я буду задавать другие вопросы. Даю команду тонкой копии. Матвея спроекцирует все энергетические и сферические каналы. К арахноиду, красному дракону. И даю команду тонкой копии произвести отчуждение. Все патогенные низко, вибрационные энергии, откат всех негативных программ, негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам, чужеродная по отношению к Матвею. Усилий потоки в 50 раз. Сколько ты находился, так сказать, со своей энергией в биополе, красный дракон, этого ребенка? Он его пометил семь месяцев назад. Семь месяцев. Арахноид, сколько ты присутствовал в этом биополе? Два года. Понятно. Вы оба находитесь, соответственно, еще в квартире, да? Да. Хорошо. Ждем тогда окончания. Готово. Устанавливали фильтр с золотой сеточкой на все каналы. В порядке реверса Матвей забирает все чистые, светлые, божественные энергии. Обратно пошла энергия божественная, чистая. Один, два, три. Усилий потоки в 50 раз. Готово. Начиная с вытаскиния того, что осталось. Арахноид, выходи, вытаскивай свою паутину, все, что на твоей чистоте. Возвращайся назад, приступай. У него на плечах паутина. И на голове сверху какая-то небольшая конструкция в виде места арахноида. Понятно. Как ты тормозил его развитие или что ты делал? Каша в голове была, проблема с концентрацией, арахноид. Он ему мешал, у него усталость от него была. Правильно, сидеть на коронной чакре, воровать всю энергию, соответственно, много не остается. Все снял. Хорошо, красный дракон, что-нибудь осталось на твоей чистоте? Да, у него есть медаль такая небольшая, красная, пометка, он так и говорит. Выходи, вытаскивай свою медаль. Готово. Да и команду на рассинхронизацию Матвея с арахноидом и красным драконом. Один, два, три. Пошла рассинхронизация, заканчивается автоматически. Готово. Дели команду скэнеру на контрольную проверку. Пошла проверка. Честно. Сжигаемые энергии. Каналы к интерферентам на счет три. Один, два, три. Удар. Отлетают каналы. Открываю воронку в галактическое дро. Они уходят на переработку. Закрываю, печатаю, растворяю. Итак, красный дракон и арахноид, вы присутствуете в доме. Сейчас я открою вам портал, один портал. Вы пойдете в этот портал в дом. Каждый соберет, что он оставил там на своей чистоте. Я приду и в первый раз отправлю вас на вашу чистоту после проверки. Все понятно? Да. Открывается портал в дом Матвея. Красный дракон и арахноид уходят в этот портал. Закрываю, печатаю, растворяю. Поехали по чистотам. Переходим на чистоту наиболее эффективным образом. Один, два, три. Хорошо, Матвей. Мы закончили твою чистку. Сейчас больше ничего не мешает. Как ты себя чувствуешь? По-другому. Другие энергии. Это родные твои энергии. Больше ничего нет. Сейчас мы тебя возвращаем назад. Потом вернем маму и сразу перейдем к чистке вашего дома. Хорошо. Еще два слова скажу. Юлия, вы абсолютно правильно сделали, что обратились к нам с этими интерферентами, которые у вас сидели. Это вопрос времени, когда у вас начались быть серьезные проблемы со здоровьем. И психические проблемы. Поэтому вы все правильно сделали. Это просто забыл вам сказать. Подключайся от объекта. Дом ты видела. На счет три. Ты стоишь перед входной дверью дома Юлии. Один, два, три. Ты перед домом. Да, я здесь. Входи в дом. Клетка в зале установилась. Хорошо. Здесь арахноид. Да. Один с дома, другой с улицы. И тот, который с улицы, у него потомство. Хорошо. Значит, тогда с потомством. Дальше. Нет, он показывает, что оба они все собрали. А, они все собрали. Хорошо. Дальше. Один передал другому. Дальше красный дракон. Есть. Джин. Есть. Бес. Есть. Черт. Да. Демон. Демон. И три воронки. Под воронками открывается портал в галактической дроне. Уходит на переработку. Закрывай, опечатывай, растворяй. Демон на улице жил? Хорошо. Да. Демон, тогда выходи, собирай все, что ты оставил на своей чистоте. Возвращайся назад. Черт, бес, вы все собрали? Все собрали. Хорошо. Демон показывает. Там есть качели, на которой он лежал. И он смотрел, как дети играют. Стоял, смотрел. Это что, нравится? Но он наблюдал, они выплескивали энергией там батут и там такая... Ну, угол, в общем, детей, где они выплескивают энергию. Хорошо. Все снял. Джин, ты все свое собрал? Все собрал. Хорошо. Джин больше в этот дом и биополе не приходит. Джину понятно. Открывается внизу портал против часовой стрелки на чистите Джина. Забирает, что принес, уходит на свою чистоту. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Красный дракон. Ты снял все свои платы в доме? Да, он снял платы. Хорошо. У меня нет заказа сегодня на чистки этого мужчины, поэтому я тебя отпускаю. И хочу получить от тебя слово красного дракона, что ты больше никогда не войдешь ни в это биополе, ни в этот дом. Он говорит, что в его интересах уйти из этого человека, потому что энергии в доме будут ему некомфортны. Он постарается рассинхронизироваться. Вот я об этом и говорю, что ты синхронизирован с этим. Поэтому тебе будет... Дает слово. Хорошо. Открывается наверху портал против часовой стрелки на чистите красного дракона. Забирает, что принес, уходит на свою чистоту, закрывая, опечатывая, растворяя. Готово. Арахноиды, вы готовы уходить? Они готовы, да. Хорошо. Больше не приходите. Открывается наверху портал против часовой стрелки на чистоте арахноида. Все арахноиды уходят на свою чистоту. Закрывая, опечатывая, растворяя. Готово. Хорошо, Демон. У меня еще было намерение собрать весь негатив в этом доме из прилегающего земельного участка и поделить между тобой и бесом. Еще и черт есть. Согласен. Черта падет. Хорошо. Один мне должен показать только порталы в доме и на земельном участке, которые я должен закрыть. Кто это сделает? Если черт нам здесь не нужен, тогда я черта отпускаю. Бес покажет. Открывается внизу портал против часовой стрелки на чистоте черта. Черт уходит на свою чистоту. Закрывая, опечатывая, растворяя. Става угненную пентаграмму. Пошли, бес. Показывай портал. Я их закрываю. Черт еще наглый попался. Он показывает в комнате ребенка. Это стена с картиной гаража. Он показывает, как черт сидел в этом. То есть она создает такое углубление. Видишь этот портал? Там машина и как гараж. Вот этот черт сидел в этом паркинг. Не гараж, паркинг. Он там сидел, выходил туда, в этот портал, наблюдал за ним. И ребенку некомфортно было. Внизу этого портала открывается воронка в галактическое ядро. Портал фантом и частицы портала уходит на переработку в чистую первичную энергию. Закрывай, опечатывай, растворяй. Идем дальше. Готово. Дальше это зал. Где там? То же самое. Обои, которые переходят в мост. С левой стороны стена. Она переходит в портал. В этом месте внизу открываю воронку в галактическое ядро. Портал фантом и частицы портала уходит на переработку. Закрывай, опечатывай, растворяй. Дальше. Дальше на кухне шкаф. Как заходишь справа. Верхний шкаф. Он в середину где-то начинается. Там внутри портал. В этом месте внизу открываю воронку в галактическое ядро. Портал фантом и частицы портала уходит на переработку в чистую первичную энергию. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. В доме нет портала больше. Возвращаемся к клетке. Даю команду на щит риск. Подожди. В доме нет, но есть на земельном участке. Стоп. Тогда пошли на земельный участок. Здесь есть вертикальный портал за теплицей. Под ним открываю воронку в галактическое ядро. Портал фантом и частицы портала уходит на переработку в чистую первичную энергию. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Все. Возвращаемся к клетке. Даю команду на щит три. Далее эмоции, мысли и чувств. Но они не шары. Они такие как ляксы. Особенно эмоции. Большой. Космически более овальный. Под космическим открываю воронку в галактическое ядро. Космический уходит на переработку. Закрываю, опечатываю, растворяю. Второй овал делю на две равные части. Демон, бес забираете. Да. Отправляю каждому по его половине. Готово. Найдите себе новое место обитания. Я все здесь буду запечатывать. Все понятно? Понятно. Открывается внизу два портала. Против часовой стрелки один на чистоте демона, один на чистоте беса. Демон забирает, что принес уходит на свою чистоту. Бес забирает, что принес уходит на свою чистоту. Закрываю, опечатываю, растворяю оба портала. Ставлю две огненные пентаграммы. Готово. Бес. Бес сказал, что это остренькое было. Что остренькое? Остренькие энергии, которые он покушал. Хорошо. Под клеткой открываю воронку в галактическое дрово. Она уходит на переработку. Закрываю, опечатываю, растворяю. Даю команду. В автоматическом режиме. Готово. Хорошо, мы здесь закончили. Отключаемся от дома. И поднимаемся в свою комнату диагностики. Пошел подъем. Продолжение следует. Продолжение следует...